Руководитель ВАК и РАН прокомментировали конфликт между ведомствами. События вокруг высшей аттестационной комиссии, ВАК, заставили ученых в очередной раз задуматься о том, насколько эффективно она может выполнять свою главную функцию защитить науку от фальсификаторов. Напомним, что академики критиковали сам принцип формирования нового состава ВАК, что президиум РАН единогласно проголосовал за выведение комиссии с структурами на Барнауке России и передачу ведения правительства. Комментируя это предложение, президент РАН Александр Сергеев отметил, что такая система действовала во времена СССР, что Рособорнадзор недавно уже стал ведомством правительства. На что глава Миноборнауки Михаил Котюков отреагировал довольно спокойно, заявив, что новый состав ВАК утвержден, и мы будем работать дальше. Главная задача ВАК на самом деле простая, чтобы научные степени присваивались достойным, а фальсификаторы отсекались. Фото Себандескора, Айсток Масло в огонь подлило уже первое заседание президиума ВАК, на которое не пустили членов комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Хотя ранее такое разрешение пленумам ВАК было дано. На заседание рассматривалась жалоба на диссертацию по экономике профессора Мгуту Юлия Аношиной. Сложившуюся ситуацию комментирует вице-президент РАН Алексей Хохлов и председатель ВАК Владимир Филиппов. Академия представила в состав ВАК 126 ученых. Их кандидатуры тщательно отбирались, но в итоге в список включили только 21 человека. Алексей Вимович, в чем суть последнего конфликта? Алексей Хохлов, комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований выявила около 40 работ, в которых применен примерно один и тот же прием фальсификации. Поясню на простом примере. Я могу опубликовать статью Уотсона и Крика 1953 года под войной спирали ДНК и заявить, что являюсь автором этой работы, а Уотсона и Крик ее у меня списали. Для этого договариваюсь с издательством и издаю монографию, которая датируется 1952 годом. Так вот, члены нашей комиссии доказывают, что так действовало не только Аношина, но и еще несколько десятков человек. Подобные трюки разрушают всю систему научной аттестации. Приоритет ученого становится эфемерным. Неужели ВАК этого не понимает? Алексей Хохлов. Не знаю, вопрос к нему. Хочу только подчеркнуть, что мы просили только об одном. Заслушайте наше сообщение, оцените масштабы явления, обратите на него внимание. Минус. В России появятся 108 базовых школ РАН. Председатель ВАК Владимир Филиппов считает, что ВАК не должен рассматривать заявление о фальсификации и научных данных, если это утверждение не подкреплено судебным решением. Алексей Хохлов. Очень странное утверждение. Ведь что такое ВАК? Он выносит вердикт научного сообщества, достоин человек научной степени или нет. А если уже есть решение суда, то тогда и рассматривать нечего. Другое дело, что после решения научного сообщества какие-то вещи можно оспорить в суде. Из нового состава ВАК выведены члены десертнета, который знаменит своей борьбой с слиповыми диссертациями. Как-то это аргументировано. Алексей Хохлов. Я про такие аргументы не слышал. Считаю, что десернит сделал много полезного для нашей науки, число фальсифицированных защит существенно сократилось. Зачем его членов надо было вводить из состава ВАК, не понимаю. Более того, Академия представила в состав ВАК 126 ученых. Их кандидатуры тщательно отбирались, но в итоге в список включили только 21 человека. Зато оставили на третий срок людей. Некоторых из них, по моему мнению, не следовало оставлять. За ними числятся случаи недобросовестных защит. Считаю, это дискредитирует ВАК. О том, что какая-то часть членов ВАК попала в него на третий срок, хотя в положении о комиссии речь идет об ограничении двумя, говорят многие ученые. Но формально ничего не нарушено, ведь осчет начался с 2016 года, когда появилось новое положение о комиссии. Алексей Хохлов. Да, формально все верно, не придерешься. И тем не менее ситуация вызвала в научной среде недоумение. Ведь за многие годы выработалась научная этика, правила, что этично, а что нет. Нарушать их не принято. Президент Ран, зачем нужен новый закон о науке? Как Академия намерена и дальше строить отношения с ВАК? Будет настаивать на передаче комиссии в правительство. Алексей Хохлов. Считаем, что такое решение было бы правильным, но понимаем, что даже если оно будет принято, то не завтра. Потребуется время. Возможно, довольно продолжительное. А пока надеемся, что в Минабарнауке есть люди, которым не безразлична судьба науки, что они смогут принимать разумные решения. Мы должны влиять на ВАК, постоянно доказывать, что есть нормы научной этики, что он прежде всего должен следить за ними, а не за чисто формальными вещами. Заботиться, чтобы выполнялась главная задача ВАК, научные степени присваивались достойным и отсекались фальсификаторы. Казалось бы, очень просто. Прямая речь. Владимир Филиппов, председатель ВАК. 26 июня 2019 года председатель комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Академик Васильев озвучил на заседании ВАК предложение о необходимости шире приглашать на заседание экспертных советов ВАК представителей Академии. Это предложение было поддержано. Более того, президиум ВАК всегда поддерживал приглашение экспертными советами комиссии различных ученых-специалистов по тематике конкретной диссертации. Вместе с тем было отмечено, что надо проработать этот вопрос и принять механизм направления и приглашения на заседание экспертных советов ВАК ученых по рекомендации вешеуказанной комиссии РАН. Минус. Что сдерживает внедрение разработок новосибирского Академгородка. Что касается заявлений комиссии РАН в отношении диссертации Юлии Аноши и на фальсификации ею результатов научного исследования, материалы ВАК от комиссии РАН заранее не поступали, в экспертном совете ВАК не рассматривались. Все другие документы, которые обсуждались на данном заседании президиума ВАК, были розданы всем членам президиума ВАК. Утвержденная практика работы президиума ВАК такова, что все поступающие по диссертациям материалы предварительно поступают в соответствующий департамент Миноборнауки России, затем рассматриваются соответствующими экспертными советами ВАК, которые готовят на заседание президиума ВАК проекта рекомендаций. Регламенты работы экспертных советов и президиума ВАК предусматривают, что на заседание экспертных советов ВАК и его президиума выносятся только материалы, прошедшие регистрацию в установленном порядке в Миноборнауке России. Данный порядок комиссия ран нарушила, направив 27 июня после 21 часа, то есть фактически накануне заседания президиума ВАК 28 июня, по электронной почте материалы. Кроме того, присутствие лиц, не входящих в состав экспертного совета, на заседании экспертного совета допускается по согласованию с руководителем департамента Миноборнауки России. Отмечу также, что мнение членов комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при РАН не отличается от мнения организации Десернит, поскольку секретарь комиссии является одним из членов этой организации. Минус. Академик Рахими, как помирский телескоп борется с космическим мусером. Доказать умысел в действиях человека, который занимается фальсификацией, может только суд. Подобные доказательства можно добыть только через процедуру специальных экспертиз, часть из которых невозможно провести без соответствующего решения суда об их назначении. Таким образом, комиссии РАН вместе с Десернетом предлагают ВАК и Министерству установить умысел в действиях человека, причем по вопросам, связанным с умышленной фальсификацией им данных. Характерно, что в случае принятия решения кем-либо из экспертов ВАК о признании издания фальсифицированным, именно этот эксперт затем будет вынужден в суде доказывать обоснованность своего заключения. Поэтому президиум ВАК принял решение, что вопросы установления факта фальсификации сведения о выходных данных монографии не относятся к компетенции экспертных советов. И рассмотрение вопросов о фальсификации издания монографий, связанных с какими-либо диссертациями в экспертных советах ВАК, будет проводиться на основании решений судов Российской Федерации. Общество наука, наука и образование РОН